Видеоурок простые проценты это самое начало изучения основ финансовой математики. Как всякая современная математическая теория, финансовая математика базируется на аксиомах, точнее на одной аксиоме, которая звучит очень просто. Стоимость активов возрастает во времени. Если при этом обозначить через P текущую настоящую стоимость, через F будущую наращенную стоимость, то аксиома означает, что F больше P. При этом возрастание стоимости происходит не вследствие инфляционных процессов, или скажем возрастания курса доллара, а вследствие целенаправленной экономической деятельности. Вышеприведенную аксиому можно записать немножко по-другому. F равняется P плюс I, где через I обозначена сумма процентов, размер прироста наращения. В простейшем случае считают, что I пропорционально первоначальной стоимости, периоду наращения, и через I обозначается коэффициент пропорциональности, который называется ставкой процента. Выглядит вполне естественно. Чем больше первоначальная сумма, тем больше сумма процента. Во сколько раз дольше период наращения, во столько раз больше сумма наращенного процента. Исходя из этого предположения, получаем формулу простых процентов. f равно P за скобками, а в скобках единица плюс NI. Если по оси абсцисса отложить срок наращения, а по оси ординат стоимость, то графиком полученной формулы будет являться прямая, угол наклона которой характеризует скорость наращения. Тангенс этого угла есть отношение прироста к сроку наращения. И этот тангенс пропорционален первоначальной сумме P и ставке процента и маленькой. Давайте немножко уточним значение ставки процента. Обозначим через T большое временную базу. Это период, который является единицей измерения срока наращения. Тогда число N будет количество периодов T. А процентная ставка I будет зависеть от этой самой временной базы. Так, если временная база год, говорят о ставке процента годовых. Если же за временную базу принять месяц, мы получим месячную ставку процента. А если один день, то это будет дневная ставка процента. Обычно все-таки за подставкой процента понимают годовую ставку процента, а временная база является годом. Но надо иметь в виду, что ставки процента пропорциональны временным базам. Во сколько раз больше временная база, во столько раз больше ставка процента. И наоборот. Рассмотрим пример. Пенсионер положил на счет в банке 50 тысяч долларов под некий процент. И ежемесячно снимает все начисленные за месяц проценты и каждый месяц они составляют по 500 долларов. Спрашивается, какова процентная ставка простых годовых процентов этой пенсионной программы? Решение. Поскольку мы имеем дело с простыми годовыми процентами, сумму наращенных процентов можно вычислить по формуле и равно P, N и маленькая. Из этой формулы легко находится и маленькая процентная ставка будет равна отношению суммы наращенных процентов к произведению первоначальной стоимости P и сроку наращения N. В нашем случае и большой, то есть наращенная сумма равна 500 долларов, первоначальная сумма равна 50 тысяч, и N срок наращения равен 1,12, поскольку временная база у нас год, а 500 долларов было наращено за месяц. А месяц составляет 1,12 этого года. Подставляя эти цифры в формулу, которую мы только что получили, получаем процентная ставка I будет равна 500 разделить на 50 тысяч умноженное на 1,12. Преобразуем полученную дробь, подняв 12 из знаменателя знаменателя в числитель. Получим в числителе 500 умноженное на 12 делить на 50 тысяч. Далее, перемножив в числителе 500 на 12, получаем 6 тысяч деленное на 50 тысяч. Заметим, что 6 тысяч стоящих в числителе есть не что иное, как годовой прирост. То есть сумма процентов начисленная за 12 месяцев. Здесь просматривается другой метод решения, которым можно было бы применить к этой задаче. Можно было бы найти годовой доход размером 6 тысяч и взять его отношение к 50 тысяч первоначальной суммы. Мы бы получили те же самые 0,12, которые дает нам и этот метод решения. Переводя полученную десятичную дробь в процентное выражение, получим окончательный ответ. Искомая процентная ставка составляет 12% простых годовых процентов. Видео урок завершен. До следующих встреч. Субтитры создавал DimaTorzok